Здравствуйте! Я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся». Программа о том, как избавиться от одиночества. Сегодня у нас невеста и три жениха, которые будут за нее бороться. Игорь во всем любит порядок и ищет такую же педантичную женщину. Геннадий в каждой женщине видит будущую жену. И Иван мечтает о женщине, которая будет понимать его без слов. Женихи видели нашу героиню на сайте Первого канала. И из многих других выбрали именно ее. Невесту видят мужчин впервые. Может быть, у нас сложится пара, и когда-нибудь один из них захочет сказать другому. Давай поженимся. Итак, я хочу представить вам нашу невесту. София хочет встретить мужчину, который будет ее уважать. Давайте посмотрим на нее. София, 27 лет. В 22 года она встретила своего будущего мужа. Это была любовь с первого взгляда. Через два месяца свиданий, когда Софья забеременела, они поженились. Муж хотел только сына, и после рождения дочери он сильно изменился. Начал грубить и изменять. Когда у любовницы мужа родился мальчик, Софья подала на развод. Следующий роман продлился два года. Мужчина оказался женат. София работает менеджером в престижном караоке-ресторане. У нее есть маленькая дочь, которую она любит больше всего на свете и посвящает ей каждую свободную минуту. София хочет встретить уверенного в себе, независимого и веселого мужчину без вредных привычек. Давайте встретим Софию. Мы ждем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. С кем вы пришли? Со своими подругами. Катерина и Эльвира. Вы вышли замуж по любви. Да, я вышла замуж по любви по страсти. Беременность. Была беременность. В 22 года познакомились. Все быстро, стремительно. Но он же вас не отговаривал избавиться от ребенка. Нет, он даже просил. Но он просил мальчика. Я ему не говорила все 9 месяцев. Он был дегенерат? Или нормальный? Вы знаете, он был успешный, нормальный. А вы же могли ему ответить, я не волшебница, я только учусь. Поэтому первый раз могу ошибиться. Для меня было важно выносить ребенка, честно. А сколько ему было? 12? Так, мне было 22, ему 23. Ну, то есть он должен был понимать, что это в магазине можно заказать, да? Конечно. Синего или красного? Конечно. И вот вы родили девочку. Я изначально знала, что за человек, в принципе, но питала иллюзии. И вот вы родили девочку. Я родила девочку, и тут вдруг все резко изменилось. То есть он, когда я ему все 9 месяцев говорила, что мальчик, мальчик, все, УЗИ, точно мальчик. А зачем? Я хотела этого ребенка, чтобы он мне просто не морочил голову все эти 9 месяцев. А потом мало ли. Первая ошибочка, да. А потом мало ли, а там? А там, может, мальчик. Выросло что-то на 9 месяце. В итоге он как бы нам, значит, мы расписались, купил квартиру, мы начали жить. А потом, когда узнал, что девочка, ну, как бы он все встретил, все красиво, с цветами, как полагается, начал не появляться дома. А следующий мальчик был бы? В итоге он как бы... Слава Богу, что вы развелись. Любите же дочку? Счастье, что она родилась? Я ее уважаю. Она моя долгожданная. У вас ведь был еще один роман? Еще был один роман, да, появился человек, который помогал мне, помогал мне во многом. То есть все время был рядом, ну, как-то и морально, поддержки во всем было. Да спонсора ей нужно. Ну, еще здесь... Нет, да не нужно ей спонсору уже, у него все нормально. Он не скрывал, что он был женат. Ну, и я, в принципе, особой иллюзии не питала, просто как бы шло, шло, шло. А потом он уже начал признаваться в любви, говорил, что все уже хочет серьезных отношений. Скажите, а вот когда у вас были с ним вот такие близкие отношения, вас все устраивало? Вы видели в нем отца своего ребенка, будущего мужа, будущих детей? Он вел себя как? На 40%, что я видела в нем отца своего ребенка и вообще будущего мужа. А на 60% кого видели? Человека, который просто абсолютно несерьезно относится ко мне. Он жестоким был? Он поднимал руку на вас в какой ситуации? Когда напивается, это самое страшное, это уже не управляем просто. А, ну, значит, тогда он 0% отец и будущий муж. Вот пусть он себе сидит где-нибудь в гараже и пьет с товарищами. Когда пьет, это уже все. Ну, давайте вспомним, что все-таки мы женщины, правильно? Конечно. И хотим рядом с тобой видеть мужчин. Молодец, слушай, точно правильно. Ваша проблема лежит в области доверия. Вам трудно довериться. Вот я вам рекомендую сегодня присмотреться к женихам с точки зрения, кому бы вы выдали бы кредит доверия. Хорошо, я вас поняла. Спасибо. Сонечка, вы молодая женщина, молодая. Вам всего 27 лет. И не хватайтесь, как за вот последнюю соломинку. У вас еще все впереди. Поэтому я так думаю, что вы смотрите на вещь реально. Вы не витаете в облаках, не заблуждаетесь на их счет. Вот. Они люди, они так же вас боятся, как и вы. У них такие же есть детские обиды, такие же комплексы. Просто мальчикам с детства внушают. Будь мужиком, не рыдай, не будь бабой, не рассказывай никому сам в себе. Поэтому мужчины ломаются чаще, чем мы. Потому что нам-то дозволено это, а им нет. Поэтому относитесь немножко к ним состраданием. Хорошо. Я бы сказала про другое. У Софьи очень интересный гороскоп, не совсем обычный. Много аспектов оппозиция, как говорят астрологи. Это значит, что вам в жизни очень важно примирить в себе самые разные и, к сожалению, враждующие начала. С одной стороны, вы человек достаточно инертный, стремящийся к стабильности, как все тельцы, в общем. То есть хочется свой мир сохранить любой ценой. Она телец, да? Да. Очень хороший знак зодиака. С другой стороны, очень силен знак весы у вас в гороскопе. Другой, практически противоположный знак, который говорит, и подстраиваться умеете. Так вот вы до сих пор, я думаю, колебались в одном из двух состояний всегда. Вот ваша задача совместить и то, и другое. Сохраниться самой как вид, сохранить своего ребенка, выжить. То есть, конечно, мужчины физически агрессивные явно не подходят под это определение. И одновременно учиться слышать партнера и учиться, ну, немножко угождать. Одновременно. И про себя помнить, и про него не забывать. Вот для вас это актуально более, чем для кого бы то ни было. Посмотрим на первого жениха. Давайте. Игорь, 28 лет. Его первые студенческие отношения продлились недолго. И закончились, когда Игорь разбился на велосипеде, а девушка не проявила должной заботы и понимания. Второй роман он оборвал накануне свадьбы. Когда молодые подали заявление в ЗАГС, оказалось, что невеста Игоря обманывала его. Третья девушка оказалась плохой хозяйкой и создавать семью не хотела. По образованию Игорь инженер. У него есть ученая степень. Он кандидат экономических наук. Сейчас у него своя небольшая компания, которая занимается организацией праздников. Мама приучила Игоря быть внимательным и аккуратным. Он привык к порядку во всем. И в бизнесе, и дома у него все разложено по полочкам. Игорь мечтает встретить стройную, привлекательную, открытую девушку, которую сможет поддерживать в доме уют. Он считает, что София – его идеал. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуй, София. Ты прекрасна, как жемчуг. И ты вся в жемчуге. И я хочу подарить тебе этот жемчужный прекрасный букет в жемчужной раковине. Благодарю тебя. Приветствую тебя. Спасибо. Так, ну что, приветствие было нормальное. Даже очень ничего. Здравствуйте. Здравствуйте. Я пришел с своей мамой. Ее зовут Светлана Васильевна. Очень приятно. Ну, с мамой я пришел. Мама такая, я бы еще тетю и дядю. Я послушала вашу историю. Конечно, ваши проблемы в вас. И я так думаю, что мамочка слишком переусердствовала в воспитании. Мамочка, может быть, не переусердствовала. Мамочка, может быть, хотела самое лучшее. И, может быть, это было немножко больше, чем нужно было. Самое лучшее – это для тебя ты должен выбирать, наверное, а не мама. Да, он что-то мама, мама. Ты про себя что-то там сказал. Слушайте, а вы всех девушек с мамой знакомили? Нет, далеко не всех. Но те девушки, с которыми у меня были действительно серьезные отношения, их было три в моей жизни, мама знала. Нравились девушки, с которыми знакомил сын? Вот первая девочка мне очень нравилась, Анечка. В институте он с ней познакомился, приезжала домой ко мне. С ней вместе приятная, обаятельная, внимательная. Ну, вот что-то у них и сложилось. Чем-то она его не заинтересовала в конечном итоге. Да, действительно. Когда мне был 21 год, в общежитии я жил, в институте учился. Познакомились с девушкой. Встречались, общались. Три месяца. После этого она потихонечку стала приходить ко мне в гости, оставаться. Потом переехала ко мне, жили вместе. Через год мы с ней вместе поехали на стажировку в Америку. И до этого я ее видел действительно как очень милую, очень очаровательную, очень домашнюю девушку, которая действительно хочет отношений долговременных. Но в Америке я увидел совершенно с другой стороны, в другой ситуации, более стрессовое. Когда я попал в аварию, было сказано, и меня в клинике реанимировали, в течение четырех часов зашивали руку, следы остались. Значит, после этого мне нужно было возвращаться в Россию. Она сказала, что она останется, что ей хочется еще там побыть. То есть она не поддержала меня в эту минуту. И проанализировав все, что было до этого, то, как я это все увидел... Да, не надо, с такими в разведку идти не стоит. Поэтому я развернулся и полетел, конечно, сам, и сказал ей, что на этом наши отношения закончены. Да и хорошо, что так все закончилось. А второй ваш? А спустя где-то полтора года я работал в компании, в одной занимался рекламой. И по работе познакомился с менеджером по маркетингу компании-партнеров. Мы вместе работали, значит, общались год. Был легкий флирт, потому что нам было очень интересно. Она была очень интересная девушка. Я сделал ей предложение. Мы собрались пожениться. И самое интересное началось после этого. За две недели до того, как нужно было идти в ЗАГС на свадьбу, я обнаружил у себя дома копию свидетельства о расторжении брака, погашенное за два дня до этого. И помимо этого я нашел еще два ее паспорта на разные фамилии и с разными датами рождения. Аферистка, что ли? Аферистка чистой воды. Брачная аферистка. Видишь, как он попал в парень. Так вот, она мне сказала, что брак был фиктивный, она хотела заработать деньги на нем, поэтому, но я не знал о том, что она была в браке до последнего момента, то есть когда мы в ЗАГС даже шли. А с датой рождения что там было? А с датой рождения она придумала историю, что в ЗАГСе ошиблись, когда выдавали паспорт. Такое может быть. Может быть, но ей второй бы паспорт выдали, а первый забрали. А этого не произошло. Из-за нее два паспорта было, видишь, один ливый, ну конечно. Потом, когда это все произошло, в течение двух-трех дней еще выяснилось, что она являлась и любовницей директора своей компании, за счет чего получила повышение до должности директора по маркетингу. И как она себя повела? Она молча все взяла, улыбнулась и мы разошлись. Улыбнулась? Да. Она просто все поняла, что мы все поняли. Да. Ну хорошо, давайте о третьей девушке. А еще и третьей? Да, серьезно. Через три года я поехал в Анапу, в родной свой город, отдохнуть. И познакомился там с девушкой. Мы с ней 10 дней общались, вот. И после этого я ей предложил переехать ко мне, жить в Москву. Она переехала ко мне, но она была на 8 лет моложе меня. С ней было действительно хорошо, очень интересно. А мне уже хотелось и мне хочется сейчас в том числе семейных отношений. Мне хочется уюта в доме, мне хочется порядка в доме, мне хочется заботы, чтобы действительно строились отношения долговременные. Заботы хочется или личик 18-летний, а заботы хочется 40-летний. Душа, главное, чтобы была подходящая именно мне, чтобы нам с ней было хорошо, интересно, комфортно. И вот вы стали вместе жить и в быту, что у вас есть. Да, и я ей даже кулинарную книгу подарил, которую она пролистала, приготовила несколько блюд и потом забросила успешно. А дальше она, может быть, и пыталась что-то, но она не хотела. И она хотела именно легких поверхностных отношений. Ну вот кроме того, что она не умела готовить, наверное, порядка в доме не было. Не было, ничего не было. Понимаешь, мне кажется, он рано очень делает эти все эти переезды. К сожалению, это с опытом не приходит. Это вот та самая черта неряшки, то есть неумение, нежелание готовить. Это с возрастом не приходит. Это можно научиться, но будет делать с отвращением. И тогда отравит. Да. Поэтому мы урастали. Вот смотрите, Игорьич, какая закономерность. Всех девушек бросали вы, оставляли вы. Получается, что да. Несмотря на свой юный возраст, уже опыт у него, я смотрю, богатый. Игорьич, вы щедрый? Для тех, кто действительно для меня дорог, я щедрый, но в меру. Я не умею разбрасываться там подарками. Еще чем-то. Не бывает. Вот если я, например, сажусь в машину к мужчине, а у него там, ну, идеальный порядок. Ну, вот просто вот все, значит, жадный. Нет. Серьезно. Нет. Дорогая, подарков ты от меня не увидишь. До свидания. Человек, вот как мой супруг, тоже дева, который способен час рассуждать о том, что ложечки лежат неправильно. Его хочется идти ложечками и убить просто. Да, но у наших мужчин есть другие достоинства, и у вас тоже. Он любим за другие достоинства. Понимаешь, поэтому... А у меня, кстати, вопрос вот к невесте. Вот представьте ситуацию. Вашего мужа, допустим, раздражает, что ваша дочка делает что-то, вы на это не обращаете внимания. И раздражает постоянно. Для вас легче на вопрос, это опять она сделала, то есть соврать здесь, чтобы сохранить хорошее настроение мужа, или сказать, да, она продолжает это делать. Я скажу, да, она продолжает это делать, надо нам с тобой поговорить об этом. И все, я поговорю на эту тему, чтобы он больше не раздражался. Ему бесполезно говорить об этом. А врать не будете? Тогда буду врать чуть-чуть. Вот у вас все сложилось с красавицей Соней. Поскольку вы пришли с ней бороться, значит, вас не пугает то, что у нее есть ребенок. Не пугает. И вы покупаете роскошную мебель белого цвета. Роскошную. Вечером должны прийти гости, все. Да не гость, он белый мебель. Да не за час до того, как придут к вам гости, маленькая девочка фломастером на всей этой мебели нарисовала ромашки. Ну ничего страшного, потом вместе с Сонечкой разрисуем весь диван ромашками. Нормально. Не растерялся. Мама вам устроит. Мама даст покурить потом, да. Что хочу сказать. Он, конечно, требовательный. И в то же время он может помогать. Почему? Потому что он с самого детства приучит все делать. Если он что-то не так сделал, его заставляли переделать. Он выполнял то, что надо. Поэтому он приучен к этому, понимаете? Ну, конечно, планка высокая у мальчика. Это хорошо, что вы так воспитали. Да для него плохо. Я сейчас чувствую, что, да, это немного ему придет. Тяжеловато. Выбрать. А вот вам вопрос обоих. А как вам кажется, доверие должно быть прямо же в первую секунду? Знакомство, проживание и так далее. Или доверие нужно заслужить? Доверие нужно заслужить. И доверие не может прийти сразу. А проверять будете как-то друг друга? Будем. Жизненные ситуации в любом случае, конечно. Спасибо. Покажите сюрприз. А, сюрприз? Да, да, да. Он питнер будет? Танцевать. Соня, я приготовил для тебя этот сюрприз. Я вырастил это прекрасное райское дерево для нас с тобой, которое может символизировать начало наших с тобой отношений. В основе его ананас, который является символом здоровья и благополучия. Виноград символизирует изобилие и гармонию в отношениях. И кумкват – это экзотически очень интересный фрукт, который символизирует удачу и процветание. Спасибо. А теперь я предлагаю тебе вместе со мной украсить эту прекрасную фруктовую пальму клубникой. С удовольствием. Давай. Подходи, пожалуйста. Одни витамины привезу. Старин, да? Ну, ну. А клубника что символизирует? Клубника что символизирует? Это я расскажу чуть позже. Ты будешь украшать с одной стороны, я с другой. Хорошо. Как тебе больше нравится? Давай. Так, он прокалывается? Ага, прокалывается. Короче, не сделай это. Это потом он пойдет и продавать это. Красиво, я вам хочу сказать. Обещаете такие сюрпризы жене? Обещаем. Так, представьте, вот так вот будете строить такую башню, а девочка из детского сада прибежит фиггак на эту пальму и все. И что будет с вами? Будем есть. Все вместе. Эту вкусную пальму. Хорошо говоришь, Игоречек. Как есть, так и говорю. Ой, не знаю, не знаю. Ну что? Получилось? Я думаю, вполне. Так красиво. Огромное спасибо. Огромное, да? Клубника, я раскрою тайну. Клубника символизирует страсть. И судя по количеству клубники, которую сочла нужным ты добавить, страсти, наверное, в отношениях тебе нужно все-таки, чтобы было много. Спасибо большое. Отправляйтесь в комнату, посмотрите на нас оттуда. АПЛОДИСМЕНТЫ Как мы смотрелись? Ошибились, девчонки. Смотрю, как понравился жених-то? Приятный молодой человек. Достаточно. Но как-то все очень хорошо. Слишком хорошо для многих получается тоже не всегда хорошо. Пускай, Солф, дальше сама решила. Сонечка, как вам? Хорошая, позитивная, правильная. Да, действительно, хороший парень, получил хорошее воспитание. Я думаю, с ним будет жить нелегко, потому что вам все время нужно будет сдавать экзамен на то, что вы хорошая девушка, и вы заслуживаете жить рядом вот с таким потрясающим человеком. Молодец, правильно Лариса сказала. Молодец. Я думаю, что если он не пересмотрит свои отношения, то женщина с ним надорвется. Невозможно быть все время хорошей. Да. Но он имеет право на свое счастье. И я думаю, что если вы постараетесь, а здесь есть за что бороться, за что стараться, и выдержите экзамен, все у вас будет. Поэтому я бы рассматривала. Спасибо. У Игоря типичное представление, даже можно сказать банальное представление о женщине, какой она должна быть в семье. Это ошибочное представление. Поэтому попытайтесь отделить идеальный образ женщины от реальной. Проанализируйте весь ваш опыт. Не с точки зрения, чего она не сделала, а с точки зрения, какие мы обычные. Вот нас надо любить обычными. Если сможете это принять для себя, а мама поможет, то все у вас будет в порядке с Софьей. Знаете, я надеюсь, я не обижу Игоря этим сравнением. Он произвел на меня впечатление такого выпускника Гитлер-Югенда. Совершенного, да. Совершенного, да. Физически очень активного, умного, развитого, требовательного к окружающим. Но всех людей, которые в систему этих людей не вписывались, они просто безжалостно сметались с их пути. Вот мне кажется, что ему хорошо было бы эту аналогию как-то не близко к сердцу принять, а близко к разуму и попытаться все-таки не сметать со своего пути тех, кто не соответствует его системе взглядов. Ну, Игорь, только первый жених. А нам предстоит познакомиться еще с двумя. И мы это сделаем совсем скоро. Если вы хотите стать участником программы или услышать совет, как найти свою половинку от Розы и Василисы, звоните с мобильного телефона на номер 0736. АПЛОДИСМЕНТЫ Геннадий снова влюбился и был готов жениться. Но девушка не хотела детей и пристрастилась к алкоголю. Это послужило причиной расставания. Геннадий работает менеджером по обеспечению в нефтяной компании. Обожает гонять на машине, занимается латиноамериканскими танцами. Геннадий – старший сын в многодетной семье. У него три сестры и брат. Сейчас Геннадий мечтает создать собственную большую семью. Своей женой он видит умную женственную девушку, такую, как Софья. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Созе. Здравствуйте, Алина. Выглядит как богиня. Надеюсь, будете моей. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, парни. А были женаты уже? Нет, ни разу. Нет, а почему? В гражданском браке жил. Ну, как бы, романов было очень много. Первая любовь моя была в 14 лет. Мы учились еще в школе, ей было 12 лет. Если я начну со школы перечислять, мне передачи не хватит тогда. Как влюбился в девушку, начал, как бы, зарабатывать. Зарабатывать в каком смысле? Свой маленький бизнес. Я открыл, да, свой маленький бизнес, который родители, как бы, еще не знали. Ну, узнали через три дня. Когда у меня появились такие подарки красивые, которые я уже, как бы, знал, в конце недели буду подарить вот это. Ну, ей нравились эти подарки? Да, очень нравилось. Ну, это здорово. У всех у нас были такие мальчики в школе. Но прошло с тех пор 20 лет. Да, ну, романов было очень много, как бы, но серьезных нет. А как с девушкой ты... А с девушкой, я могу так сказать, наш роман как закончился, закончился он так. Я закончил школу, и после школы меня забрали в армию. Нашла того, кто был рядом, никто в армии где-то там служит. Мы начали переписываться. Она писала, что ее родители решили жить за границей. И они собрались, и в течение там недели они уезжают. И через где-то полгода она мне написала снова такое же письмо, что родители решили ее отдать замуж. Они выдали ее замуж. А ту девушку не видели? Я могу сказать, как это было. Это было после армии, прошло два с половиной года почти где-то. Это было на Новый год. На Новый год я был в клубе. Вдруг подошел и говорит, ты знаешь, что твоя бывшая девушка, которая была, она здесь. Я у него спросил, какая именно? И мы встретили, я уже как бы подошел. Она когда увидела, как бы даже обнимались, поцеловались, конечно, в чечку. Она познакомила меня, говорит, это мой муж. Я познакомился с мужем, говорю, очень приятно. У нее было двое детей. Расскажите, что она распылась, стала уже толстой. Я бы не сказал, не буду оскорблять, потому что как-никак первая любовь. Оскорблять не буду никогда никакого человека, потому что она была такая же, как есть. У нее такая же искра была в глазах. Хорошо, если бы она была без мужа. Но с двумя детьми взяли бы. Был бы очень рад даже. Если было бы двое, значит еще трое надо было. Скажите, а сейчас все прошло к ней? Прошло давно. А вот коротенько с этой моделью, с девушкой, которой у вас был роман. Мне было 29 лет. Я гулял по торговому центру. Хотел что-то себе купить. Увидел издалека девушку. Мы познакомились в ресторане. Посидели, пообщались. Встретились. Через две недели она пригласила меня к себе. В гости, чтобы познакомить с сестрой. Сестра была старше ее. Сестра авторитетной семьи. Сестра была старше ее. Я говорю, не против. Мы как бы вечером... Вы стали вместе жить? Начали жить вместе. Она мне очень нравилась. Я даже влюбился. Даже сказал, что я очень люблю ее. И мы начали жить очень счастливо. И без никаких проблем. Даже если мы ехали куда-то отдыхать, я даже видел какую-то вещь, которая ей нравится. Может, она хотела себе подарок делать. Ну, как-то я всегда как бы... Ну, каждый человек, может, он не нравится, может, не нравится. Он раз посмотрел в стряну, а я это почувствовал. Но я ничего не говорю. Через два-три дня я постарался этот подарок, чтобы был как-то там вечером, когда ложимся спать, под подушкой где-то там, чтобы это было. Молодец. Мне очень приятно, когда... Так что же вас развело, если вот так у вас было шоколадно? Развело то, что она любила как бы выпивать мартини. Я как бы не любитель выпить, я вообще не пьющий человек. Почти, можно сказать, не пьющий, не курящий. Вот, и на это как бы не обращал внимания. Ну, прошло там полтора года, я как бы уже заметил, что она почти каждый вечер, почти, иногда по литр мартини. Ну, бутылочкам. Опа! Во здоровье! Она выпивала, да. По литру? Хорошо, девушка пила очень даже. Выпивала... С аппетитом. Да. Говорю, может, мы как-то подумаем, как бы, родить ребенка. Она говорит, нет, потому что даже все это реагирует на тело. Ну, уже грудь не будет, уже живот не тот. И как бы я меня это испугал. А думаю, ну, пройдет время какое-то, я ее приготовлю к этому. Мы даже гуляли там по городу, там, в гостях когда были, где там девочки, мальчики, гуляли дети. Я говорю, смотри, какая там лобушь. Начинаю играться. Я как бы вообще, когда в гости захожу, где дети, меня все потеряли. Я там с ними играю, там, ну, видно, холод какой-то. Нету материнской любви у нее так. Послушайте, редчайший экземпляр, редчайший человек, который хочет жениться, любит детей. Обожаю. И хочет этих детей. Геннадий. Геннадий, скажите, как вы переживаете стрессы или неприятности? Вот какой форме это выражается? Танцую. Танцуйте. Шует, танцует. Боже. Он еще и немножечко шьет. Понимаете? Ой. Все эмоции надо как бы вот не в того человека, который рядом, а в танцующих. Не пьет, не курит. Ну, я бы не сказал, что идеальных мужчин и идеальных женщин нет. Нет, понятно. Понятно. Ну, нам достаточно этих качеств. Спасибо. Остальное мы закроем глаза. Спасибо. Так, сюрприз, сюрприз. Я хочу тебе показать, как я буду учить наших будущих детей кататься на велосипеде. То, как я считаю, что мужчина всегда должен учить своих детей кататься на велосипеде, а жена должна учить и приготовить девушку там на кухне. Поэтому я тебе попрошу, Татюшку, не бойся, вот, если сможешь, не стесняйся. Что, сесть? Да, 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 вот прямо, да. Сейчас на раме прокатит. А, пили на багажник. Хорошо бы была часть вентилятора и порывистый ветер снизу. Давай, так, пошел. Я буду держать вот так. Так. Так, второчку. Давай, я буду держать, не переживай, не переживай. Здесь, о. Второй. Я держусь, я держусь. Я держусь, я держусь. Закон. Все, и крутим. Поехали. Давай. И поехали жениться. Прямо на велосипеде. Вот сел и повез, правильно. Молодец, что ты скажешь. Вот спасибо. Геннадий? Конечно, это только начало. Радуешь меня. Геннадий, молодец, молодец. Посадил и увез. Оригинально. Три в одном. Умница. Вам понравилось кататься? Мне понравилось, да. Золотой. Чтобы не сглазить, идите в комнату, парни. Золотого привели друга. Идемте. Мне нам очень понравилось и очень понравилось. Девчонки, что скажете? Ну, нам очень понравилось. Оригинальный подарок. Мне не понравилось молодого человека. Почему? Не знаю. Очень странный сюрприз. И мне кажется, он не подходит. Чем не подходит? Я тоже не могу объяснить, чем. Но это не ее явно. Потому что зеленая сейчас сидит у вас на груди. Жабы. Я не знаю, что у него жабы. Я ее вижу. Нет, нет. Да нет. Потому что золотой. Это же видно. У него прямо, знаете, я как Станиславский говорю. Верю. Каждому слову, что он сказал. Станиславский. Адвокат. Ну, тебе хоть повезло в этом. Верю. Потому что мужчина его склада врать не умеет, не сможет. Меня бы обмануть не смогут. Как он пудроскоп, в общем? Лев. Нет, а о чем это говорит? Просто мне это интересно. Это говорит о том, что подружки, пиявки и лягушки. Сонечка, послушайте, моя дорогая парень золотой, поверьте мне. Он правда хочет жениться. Он будет любить вашу дочку. Я думаю, что, может быть, подругу с точки зрения эстетики раздражало, что он где-то неправильно склонял, у него говор какой-то вот не такой, да? Вот показать бы, да, в общем, в светском обществе, как вы считаете, да, немножечко так стыдновато, да? Катя хорошая. А черненькая плохая оказалась. Ой, какая глупость. Какая глупость, как вам не стыдно. О чем вы сейчас говорите? О чем вы говорите? Я столько видела здесь петухов, которые правильно говорят. Хорошо разговаривают. Жить как с ними. Вы же хотите, девочки, вы же взрослые. Включайте мозги. Роза. Я могу назвать Геннадия гармоничной личностью. Он понимает истинные чувства и умеет эти чувства не просто дарить, но и разделять. Он не собирается до определенного предела в отношениях решать чужие проблемы. И он очень четко понимает, сколько он хочет брать и сколько он хочет давать. Это правильная позиция мужчины в семье. Вы знаете, Геннадий меня поразил в самое сердце просто тем, что он редчайший представитель мужчин-львов, который не слишком выпячивал свою персону, хотя рассказал о себе без прикрас, рассказал только хорошее, надо сказать. Вот показал себя с лучшей стороны умело, но при этом он делал это не за счет принижения окружающих, понимаете, не за счет принижения тех женщин, которые были с ним. Есть полная гарантия, что и о вас будет заботиться. Хороший творец был. Через несколько минут у нас третье свидание. Мы наконец узнаем, какой выбор сделает наша героиня. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» программа о том, как найти свою судьбу. Девочки, посмотрим на экран на третьего жениха. Иван, 34 года. У него было два романа, и оба длились по три года. Первый закончился потому, что женщина захотела лучшей жизни и ушла к мужчине побогаче. У второй девушки на первом месте была работа, на втором – родственники, и только на третьем – Иван. Он терпел это до тех пор, пока в ее жизни не появился другой мужчина. У Ивана высшее экономическое образование. Он работает финансовым аналитиком в строительной компании. Любит риск, но в личной жизни предпочитает стабильность. Иван представляет свою будущую жену красивой, спокойной и вдумчивой. Хочет, чтобы она подарила ему много малышей. И считает, что София ему идеально подходит. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Приятно познакомиться. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Надеюсь, знакомство будет приятным, а там как Бог даст. Хорошо. Спасибо. Сейчас он всем цветы подарит. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо большое. У вас было три романа, и они по какой-то странной или закономерной случайности заканчивались через три года. Такая периодичность. Ну, если, конечно, назад пленку отмотать, я думаю, что причина со мной была во мне. В первую очередь, потому что и опыт, наверное, маленький был, и я не все, может быть, видел. Все мы больше живем в каких-то иллюзиях, эмоции преобладают, максимализм юношеский. И все это, в первую очередь, наклад отпечаток. У вас какой характер? Хороший, как вы считаете? Девушки жаловались? Мне кажется, у меня плохой характер. Самокритичный. Хорошая тоже черта. А вот какие претензии были у девушек, у всех? Вот одна претензия, которая была от всех троих. Претензия была одна. Это, наверное, категоричность. Ваша? Да. Я с ней очень сильно борюсь, кстати говоря. И слабо, но получается. Это навсегда я такая. Ужас, ужас. Лучше промолчать, конечно, и на раз. То есть есть мнение ваше и неправильное. Да, и неправильное. Нарисуйте идеальную семью. Какая она должна быть? Я думаю, это когда люди любят друг друга не за, не для и не ради, а вопреки. Ну, месяц вопреки, год вопреки, а потом, знаете, хочется уже за что-то, за какие-то качества. Да, а потом появляется либо авторитет, это первое, либо нехватка друг друга. Либо это что-то третье, допустим, что как локомотив кто-то появляется, один в семье, а другой идет за ним. Скажите, Иван, вот чего непозволительно будет вашей жене в семье никогда? Ложь. А вы будете искать правду? Или пока она сама не всплывет, вы, в общем-то, не будете никаких действий предпринимать? Не люблю, если честно, поиски. Как правило, правда все покажет. На самом деле, просто не надо врать, все видно всегда будет на лице. Искать не любят. Пассивные позиции. Нет, он пассивный во всем, мне кажется. Женщина должна быть управляемой в отношениях. Вот как с контролем обстоит дело? Я думаю, оба должны управляемы быть, и мужчина, и женщина. А давайте лучше на примерах ваших историй. Они у вас, я знаю, такие яркие, интересные. У меня очень яркие. Значит, первый пример у меня был такой, это был институт. Там я встретил ее, очень очаровательная девушка, замечательная. Такие глаза необыкновенные, задоры юношеские. То есть там, конечно, у меня голова съехала сразу. И я ничего уже не видел, мне никакие уже предметы не нужны были. Утонул. Вот, было все очень просто здорово. У него много сестер было в семье. И, понятное дело, они все сравнивают всегда. Как и что. У нее была помладше сестра, она очень удачно ушла замуж. Хороший муж, кореец. Значит, очень обеспеченный. То есть, соответственно, у нее будущее было обеспечено сразу. И ей хотелось так же все обеспечить. Я думаю, это сыграло свою роль. То есть у нее было сравнение. И как-то просто один раз фраза так мельком она пролиментнула. Там вот от нее, что типа вот как можно жить и можно как там со студентом Ваней там, скажем, жить. Который перспектив... Вот это что она погорячилась. Ну, просто, понимаете, это условно. А я немножечко уязвимый где-то внутри. И, возможно, для меня это сыграло какую-то роль. То есть засело вот это в подсознании. Самолюбие, скорее всего, здесь сыграло. Ну, и, во-вторых, как бы, ну, потом еще, как мне казалось, что любила она не только меня одного. Ну, собственно, и пошел разлом. Ну, и слава богу, что так все закончилось. А вторая история? Ой. Даже вспоминать приятно видно. Да, ну, да, у меня вообще все, что это связано с женщиной, у меня вообще только позитив исключительно. Это вообще, мы до этого друг другу практически не занимались, но учились в одной школе. Она на год младше у меня была. Ну, как-то школа закончилась уже, институт, карьера как-то. И после института мы встречаемся на автостоянке. То есть мы говорим, о, здравствуй, здравствуй, я на нее посмотрел. Там такие данные впечатляющие. Ну, естественно, замылилась. Обменялись телефончиками, созвонились где-то, ну, через месяц, наверное. Конфетный букет-период у нас быстро прошел. Думаю, где-то в течение месяца. Ну, и все, у нас была волна очень сильная. То есть вот это просто такое притяжение было, страсть, то есть это горечь слез, отрава поцелуя, то есть вот эти тайные мучения страстей, то есть все как в кино. Уможаю. Вот, вот, понимаете, вот это просто завернуло нас просто совершенно сумасшедшей силой. Ну, и, в общем-то, она, по ее предложению, мы переехали к ней жить. Вот, ну, все как скатилось до банального бытовухи, как бы, в один момент просто, как бы, этот, у нас чайник закипел, и, в общем-то, вещички собрал, и я пошел. А бытовуха в чем? Я думаю, что она вот видела только вот свой уют и хотела вот именно, чтобы вот так вот было в доме. А мужчине, я думаю, просто немножечко дать свободу, чуть-чуть ему нужно, и просто корректировать его, вести. Он, в принципе, очень ручной. Хорошо излагает собаку. Заметил? Мягкость. Мужчине очень важно, извините, что я это просто для женщин, когда мужчина приезжает на вашу территорию, тоже, по сути, как бы, неестественно, я имею в виду, мы в России живем. И вот это ощущение, когда он чувствует себя в гостинице, а не дома, дайте мужчине возможность почувствовать себя хотя бы, ну, хозяином чего-то, стол поставьте, где у него, ну, у него должно быть свое личное пространство. Не, она его заставляла кого-то копать, а Иван это терпеть не может. О, это вообще караул. Да. Да мне тоже огород. Давай поехали там на дачу, надо дом строить, надо там копать. То есть, ну, чисто морально мозги не отдыхали, а рано или поздно это сломано. Да, ужас. Я думаю, да. Ну, хорошо, сегодня вы что хотите, вот от Сони, например, вот сидит девушка с ребенком. Хотелось бы просто узнать, что вы хотите в будущем вообще вот увидеть, и какого рядом человека хотите с собой видеть? Для меня очень важно иметь такого человека, который бы уважал, понимал, уважал, понимал и доверял. Ну, любил, и в то же время еще, опять же, для меня в семейных отношениях, я считаю, что должен присутствовать элемент романтики. Ой, вы прям что-то все это сейчас это... О страсти. О любовь. А вы готовы каждый, не знаю, момент в отношениях долго и мучительно выяснять? Потому что Иван любит долгие обсуждения, выяснение отношений. Вот вы готовы с ним долго обсуждать, не знаю, ну, все, начиная от выбора обоев и заканчивая, ну, какими-то сексуальными моментами? Последнее, да. Это маньячество. Нет, какое маньячество? Слушайте, я так много гастролирую, мне ничего не остается по телефону, это, конечно, почему нет. Я считаю, что нужно в любом случае обсуждать все, все моменты, все, особенно плохие, обязательно нужно это проговаривать, говорить. Если где-то какая-то заминка, то ее нужно обсуждать, чтобы потом не накапливалось. Правильно, молодец. Чтобы не молчать. Молчать не надо. Иван, а вы говорите женщине, что у вас на душе? Потому что это очень большая проблема у мужчин. Почему, когда приходите с работы и молчите, и жена спрашивает, что с тобой, дорогой, вы говорите, все в порядке. Первое, что приходит, это женская, собственно говоря, позиция. Первое, что приходит, а, наверное, у него другая, а говорить не хочет. А у вас просто была вот, ну, не знаю, на работе какая-то одна из неприятностей. Милые мужчины, говорите жене, что с вами. Не то мы придумаем такое, вам потом мало не покажется. Я не любитель это обсуждать, у меня как-то больше в обстановке располагающей. То есть если у нее есть настрой, то есть если она, ну, посмотрела на меня, и ясно, что она... Это ее инициатива должна быть. Нет, 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 ну, понимаете, как бы, она, может быть, тоже устала. И сейчас неуместный разговор, допустим, именно на мою тему. То есть она, где-то у нее голова в другом. Ну, грузить-то любите, признайтесь. Я не грузить люблю, я загружать, наверное, больше люблю. Скажите сюрприз, ясно все про вас. Ой, сюрприз, банально простой. Чисто мужская профессия. Ну, и сюрприз втроем будет. Вставай туда-туда. Да я бы тебе помогал. Алина, да? Угу. Во, оклее. Что, ему покажем? Да, а я поддержу. Красава. Чтобы... Желательно потом повторить, надо внимательно смотреть. Это же просто как будто... Покажите, Иван. Выплеск эмоций. Да. Да. Два. Три. Молодец. Мужское занятие, мужское, настоящее мужское. Давайте выходим, чтобы попробуем. Одной. Это замечательное поддержание физической формы, выброс эмоций. Выброс. Выплеск. Главное, чтобы не жене в губен за плохое поведение. Молодец. И в твоем случае они будут добры. Ген, надо было меня выводить, слышь, короче, и бить мне об голову доску, слышь, и говорить, видишь, какие у меня друзья. Слышь. Да, да. А хочешь, дай? Да, дай. Да, конечно. Где еще попробую? Давайте. Если бы не промахнул. Врежка ему разок. Что хотели сказать этим, Ваня? Этим, что я просто занимаюсь только чистым, мужскими занятиями. Молодец. И ничем другим я не занимаюсь. Молодец. И не хочется выделываться. Молодцы, парни. Скоро узнаете, кого Солнечка выбрала. Спасибо. Как на экзамене. Не говори. Вань, впечатления с экрана и с впечатлением вживую разнятся. Сейчас, сейчас послушаем. Что скажете? Я не знаю. Мне кажется, что мужчина должен в первую очередь работать интеллект, а не силам. И он должен заниматься больше своей второй половиной, а не тратить время на какие-то мужские занятия. Должен обеспечивать семью, вкладывать все в семью и любить свою вторую половину. А мужчина занимается мужскими занятиями, и, как правило, у них отсутствует интеллект спортсмена. Мужчина должен быть разносторонним. Поэтому она до сих пор и одна. А вы что скажете? Я не против совместных занятий спортом. Это очень здорово. Но вот как сюрприз. Меня это пугает. То есть для вас модель семьи, это мужчина не должен заниматься своими мужскими, как он сказал, делами. То есть у него не должно быть никаких увлечений? Нет, у него должны быть увлечения. Он приходит с работы, прилипает к юбке, к жениной, и вместе с ней жарит яичницу. Нет, у него должны быть увлечения обязательно. Они должны быть у каждого мужчины. Бабок, чтобы приносил, и больше никуда нос не совал. Я говорю, но он не должен слишком много этому уделять внимание и сил. Он должен ходить с огромным животом, и дома лежать на диване и кишево. Нет, это тоже нет. А что такого криминального? Иван занимается с друзьями боксом. Поэтому он не пьет, не курит. Он в отличнейшей форме. Он всю энергию тратит, да? Сублимация есть слово такое. То есть жену бить не будет поколачивать никогда, если он будет с ним приходить с работы. А вас что смутило? Меня ничего не смутило. Есть просто твой мужчина или не твой мужчина. Вот и все. Он хороший человек. Я думаю, что... Да нет, да она все правильно. Говорит, ну, видишь, что это... И слишком, Ваня, вы слишком много позволяете женщине. Не надо женщине всегда служить. Надо бы и барином побыть просто-напросто. Вот таким образом вы нас портите. И таким образом вот такое вот представление о мужчине возникает. Будьте барином. Меня расстроило тоже высказывание Кати, потому что она говорит, умный мужчина должен быть с семьей. На самом деле, действительно, умные мужчины очень редко зависают дома. И с женами редко зависают. И, кстати говоря, ум и интеллект к заработку денег не имеют никакого отношения ровным счетом. Вы знаете, меня поразил просто, Иван, в хорошем смысле слова. С одной стороны, физическая сила достаточно интеллектуальна, работает в сложной, в общем, отрасли. И я видела первый раз такого доброго, такого эмоционального скорпиона, такого открытого, на самом деле. Да, сложный знак. И он человек, который живет на полутонах. Для него отношения – это не банальность, на самом деле, с женщиной. Он мир воспринимает очень сложно. То есть, знаете, как в современных телефонах, там, миллион оттенков. Вот для него миллион оттенков. Он тяжелый, правда, тяжелый мужчина для отношений. Ну, не потому, что он конфликтный, а потому, что нужно художником быть или художницей, чтобы с ним отношения выстроить. Да. Ну, вот мы познакомились с тремя женихами. Кого из них выберет Соня, мы узнаем через несколько минут. Если вы хотите стать участником программы или услышать совет, как найти свою половинку от Розы и Василисы, звоните с мобильного телефона на номер 0736. В эфире «Давай поженимся» – это программа о том, как найти спутника жизни. За сердце нашей героини сегодня боролись с три жениха. И прежде чем Соня сделает свой выбор, давайте вспомним какие-то факты о ней. София, 27 лет. София работает менеджером в престижном караоке-ресторане. У нее есть маленькая дочь, которую она любит больше всего на свете, и посвящает ей каждую свободную минуту. София хочет встретить уверенного в себе, независимого и веселого мужчину без вредных привычек. Девушки, Катя, Эля, кого вы видели бы рядом со своей подругой? Мне понравился больше Геннадий, потому что он сделал самый оригинальный подарок. Она понравилась, потому что он очень открытый, хороший человек. И я думаю, шансов ни у кого нет, кроме меня. Потому что он щедрый мужчина, в первую очередь, что, мне кажется, немаловажно. Во-вторых, он, мне кажется, очень добрый. И он будет любить ее маленькую дочку Диану, принцессу. И будет, я думаю, относиться к ней так же, как относится Софа. Игорь, я бы ей посоветовала. Хорошо воспитан, образован, перспективный, старается к чему-то стремиться. Цели у него какие-то в жизни. Спасибо. Мне София очень понравилась. И если она выберет меня, то я обязательно с ней выйду. Девочки, вот что я хочу вам сказать. То, что сегодня за Соню пришли бороться вот такие три. Один жених лучше другого. Во-первых, а, это огромная редкость вообще в жизни. И б, конкретно на нашей программе. Все мужчины действительно достойны. Более чем. Мне понравилась София. Шанс, что она меня выберет, ну, где-то, наверное, 10% составляет. Если так. Я бы вот поговорила бы с вашими подругами, которые, думаю, настраивают вас не на ту волну, не на правильную. Поэтому, девчонки, мужей у вас нет. И с такими запросами, с такими претензиями достойны и навряд ли скоро появятся. Нужно немножечко обороты сбавить. Соня правильно сказал. Мы что-то в пасху садили. Мужчины стали с огромным неуважением в большинстве своем относиться к нашей сестре. Я думаю, в этом есть проблема общества и наши проблемы. Мы какие-то нецивилизованные. Ни в одной стране, вот, в нормальной, в цивилизованной девчонке вашего возраста так, ну, это мое субъективное, так не одеваются, так себя не ведут, не ходят в такие рестораны, не так скучно, не отдыхают. И у них нет такого стремления выйти сразу и жить как пенсионерка, допустим, западная какая-то. Понимаете, вы все хотите жить уже как пенсионерки, отдыхать на дорогих курортах, носить бриллианты, чтобы... Это все дурацкое. Потому что они обалдели. Обалдели, да. Оборзели, я думаю. Почему вы не хотите жить нормальной жизнью молодых женщин? То есть развиваться вместе, рожать детей, воспитывать и вместе достигать каких-то высот. Почему вы сразу хотите, чтобы были действительно подарки, чтобы были дома и так далее? Все это неправильно. От этого проблемы. Я просто точно знаю, потому что уже существует даже статистика внутри нашей программы, мы уже это видим. Вы, Катя и Эля, все советуете неправильно. Для меня главная перспектива, извиняюсь, что перебиваю, вот в мужчине. В чем она должна быть, миленький, расскажите. Вообще просто должна быть перспектива, не важно. Да скажи прямо, ты денег хочешь только много, больше ничего. Вам есть что дать мужчине? Конечно. Например? Я могу дать себя, могу подарить любовь, ласку, заботу. Вот послушайте, все равно мы живем в мире конкуренции женщины. С возрастом конкуренция усиливается. И каждая знает свои достоинства женщины. Вот какие такие ваши достоинства, что вы можете расслабиться и сказать, ну, это-то рядом. Что в вас есть такого, чего нет, допустим, в Софии и в вашей подруге Вэле? Нет, мои подружки не безусловно красивые и хорошие. Вам не так, да. Нет, что в вас есть? Хорошо, девчонки, все это... Это повод подумать, скажем так. Вот именно, что ты можешь дать? Кроме себя, как тело физическое. Здесь я, скорее всего, давала бы рекомендации не Софии, а, скорее всего, мужчинам. Дорогие мои мужчины, когда вам понравилась женщина, вы планируете строить с ней отношения, приглядитесь к ней внимательно. И еще больше убеждаюсь, раньше, вот, когда с мамой приходят на маму, смотрите, а вообще, кто окружает вашу будущую супругу, какие подруги. Это очень важно. Так что вот подумайте. Я не за кого. На самом деле, действительно, мы сегодня видели просто колондайк мужчин. Действительно, каждого можно было бы с точки зрения человеческих достоинств принять себе в партнера и в мужья абсолютно смело. Но астрология нас учится совсем другому. Легко ужиться будет только с одним... Сейчас скажете, я лучше всего. Я уверена, что это Геннадий. Но в вас так много вашего личного сопротивления, на самом деле. Вы боитесь своих собственных желаний, вы боитесь менять свою жизнь. Вот я вам советую не бояться и совершить решительный шаг. Так, пускай это будет тот мужчина, который не вписывается в ваше какое-то идеальное представление. Не сопротивляйтесь среде. Вам сегодня жизнь дала три чудесных шанса, один из них точно ваш. Поэтому, Геннадий, я думаю. Ой, поэтому слушайте свое сердце. Вы уже сделали свой выбор, идите к нему. Внимание. Найдите себе пару среди тех, кого вы сейчас увидите на экране. Если вас заинтересовал один из них, отправьте смс номером участника на номер 4-4-ки и станьте участником программы. Лариса. 42 года, номер 541. Каждый вечер она должна промчаться на велосипеде по трассе навстречу ветру. Она врач и профессия для нее смысл жизни. Ищет общительного, состоявшегося, активного мужчину, который любит жизнь во всех ее проявлениях. Наталья. 36 лет, номер 436. По профессии маркетолог. При этом профессионально шьет, замечательно танцует и любит на досуге почитать философские труды. Ищет обаятельного и сильного мужчину в теле от 32 до 41 года. Мы не знаем, выйдет Соня одна или с избранником. Я приглашаю всех выйти и поддержать Соню. Молодец. Идемте. Ну, молодцы, молодцы. Поздравляю, правильный выбор. Только что на наших глазах сложилась пара. Соня выбрала Геннадия. И хочется надеяться, что они когда-нибудь скажут друг другу. Давай поженимся. Если вам понравились мужчины, которые боролись за внимание Софи, но не были выбраны ею, пишите на сайт Первого канала, заполняйте нашу анкету и становитесь участниками программы. С вами была Лариса Гузеева. Желаю вам, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся. Останьтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok